Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставлять ваши вопросы в сексе с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому видео вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал с большим количеством торговых идей. В сегодняшний день, если, друзья, вы соскучились по волатильности, текущая торговая сессия все исправит, потому что сегодня финансовые рынки, инструменты, фондовая секция, валютный рынок, может быть вы интересуетесь облигациями, сырьем, все это придет в движение. Сегодня мы ждем данные по инфляции в США, которые выйдут в 15.30 по московскому времени. Самое интересное, что в это же самое время мы ожидаем другое важное событие. Это пресс-конференция председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что же сейчас происходит в экономике еврозоны. И есть ли возможности для регулятора отказаться от прежних экономических стимулов. Переоценить и первый отчет, и второе событие, ну в принципе невозможно, потому что у нас есть опыт уже реакции рынка на такого рода новостной фонд. И я на протяжении последних двух недель постоянно делал отсылку на то, как трейдеры отреагировали на последний релиз по инфляции. И ситуация вполне может повториться и даже превзойти реакцию, которую мы видели ранее. Потому что сейчас действительно каждый отчет, каждое заявление любого чиновника, относящегося к Федрезерву, все это разбирается, анализируется через призму будущего решения регулятора касательно процентной ставки и программы количественного смягчения. И отчет по инфляции, друзья, это второй крайне значимый релиз, помимо состояния американского рынка труда, который в принципе и дает ответы на вопрос, вопрос относительно того, когда же американский регулятор созреет вот к этим судьбоносным решениям. Сегодня по прогнозам 0,4% в меньшином выражении прироста, годовая оценка плюс 4,7. Базовое значение индекса потребительских цен может скакнуть до 3,4%. И в обоих случаях, что базовая инфляция, что основная, это фактически почти рекордный уровень, друзья. Если совсем не заниматься глубокопанием и не уходить в 60-70-е годы, текущие показатели будут беспрецедентными. И как рынок отреагирует на это, вот это большая загадка. До конца, друзья, никто не сможет точно сказать. Но мы можем попробовать порассуждать, что ожидать от доллара. И я с позиции фундамента вам уже давно транслирую идею того, что американскую валюту, в частности, можно покупать только в случае конкретных, четких, однозначных, друзья, сигналов от ФРС, что он готов изменить денежно-кредитную политику. Я не рекомендую вам додумывать за ФРС, как отчет впоследствии повлияет на решение американского регулятора. Вы никогда не сможете докопаться до истины. Это невозможно. Решение принимает американский регулятор. И позиция ФРС нам известна на основании того, что мы слышали ранее от отдельных представителей регулятора. На следующей неделе пройдет заседание ФРС, оно точно будет еще приправлено тем, что вопросы, которые задут Паулу, они будут с отсылкой на текущий, сегодняшний отчет по инфляции. Но я почти уверен, что Джером Паул, как и ранее, ответит, что текущие инфляционные риски были ожидаемы. То есть рост инфляции, он вполне логичным, потому что является сейчас, мы работаем, точнее, американской экономикой, средным фактором, которые способствуют росту потребительских цен. Это отложенный спрос, проблемы с логистикой, с снабжением и проблемы на рынке труда. И все это конвертируется в логичный рост основного показателя потребительских цен. Поэтому, даже если сегодня, друзья, мы увидим укрепление позиции американского доллара, это будет реакция трейдеров, которые решат, что все будет вот как написано в учебнике макроэкономической теории. Если инфляция выбралась за целевой показатель, хотя для ФРС, если вы забыли, напоминаю, нету сейчас целевого показателя по инфляции, потому что для американского регулятора действует политика инфляционного таргетирования. На нее ФРС перешел как раз потому, что знал, что инфляция будет гораздо выше 2%. И чтобы не раздражать экспертов и общественности, опустило вот это значение якобы возможного лимита. Если сегодня доллар вырастет, значит реакция будет простой. Ну, раз инфляция растет, значит ее нужно ограничивать. Как ограничивать? Повышать процентные ставки. Но сейчас время не совсем обычное, чтобы прибегать к элементарным гипотезам, теоремам и практике макроэкономической. Сейчас все иначе. Это последствия ковида, которые в принципе заставили экономику оказаться в новых реалиях. И я полагаю, друзья, что первые разговоры о том, чтобы отказаться от стимулирующей политики для американского регулятора, пойдут не раньше конца этого года. Первые сигналы того, что политика может измениться, возможны только не ранее симпозиумом Джексон Холли. Поэтому я сохраняю свою ставку на снижение курса американского доллара и рекомендую вам еще раз взвесить все за и против и принять решение, к какому лагерю трейдеров, друзья, вы относитесь. Я не навязываю вам свою позицию, поэтому мне не нужно будет писать комментарии о том, что доллар вырос, а не ослаб, как вы предполагали. Это моя точка зрения, и я считаю, что американская валюта ослабнет, потому что американский доллар не может расти при низких процентных ставках и бешеной программе количественного смягчения. Золото 1885, соответственно, реакция золота будет точно такой же, как и реакция доллара, потому что золото коррелирует с американской валютой. И плюс ко всему, сегодня рост инфляции может напомнить трейдерам, почему золото ранее десятилетиями пользовалось спросом на фоне инфляционного давления. Кстати, последняя статистика от Всемирного совета по золоту указывает, что в прошлом месяце общие резервы, скажем так, ETF фондов, которые специализируются на контрактах по золоту, эти, кстати, фонды стараются обеспечивать контракты физическим с золотом, их резервы увеличились на 5% до 3628 тонн. Спрос растет, друзья, и это еще одна причина все-таки верить в дальнейшее восстановление котировок всего рынка драгоценных металлов. Ранее начал уже закодить в длинные позиции, и, в принципе, думаю, вам тоже стоит еще раз переосмыслить свое отношение к золоту, если вы согласны с моими аргументами, покупайте. Нефть 71,68, пока что без комментариев, запасы просели нефть, позитивный фактор для котировок, но нефть нуждается в коррекции. Мы видим сейчас локальный откат, и если будет 70 долларов за баррель, обязательно куплю. Евро против доллара 1,21,65. Сегодня заседание ИЦБ, ставки не изменят, пресс-конференция важна, конечно же. И вопрос, который обязательно зададут, это что будет с программой экстренного выкупа облигаций. Это, скажем, еще один образ и проявление программы количественного смягчения. Но мое мнение такое, что Европейский Центральный Банк будет придерживаться точно такой же позиции сейчас, как ФРС. Не станет торопиться с отказом от экономических стимулов. И сам факт того, что экономические стимулы останутся в силе, я интерпретирую как фактор и поддержку хорошую для рисковых инструментов и для евро. Поэтому сегодня я жду пробоя по паре евро-доллар, сопротивление 1,22 и уверенного движения выше. Доллар-канадец пока не оправдал наших ожиданий. К сожалению, Банк Канады оставил ставку на прежних уровнях, но не стал корректировать программу денежно-кредитной политики. Отметив, что если прогресс будет таким же крутым, как и раньше, то вернется к этому вопросу. Все, друзья. Здесь каких-то дополнительных тезисов нет. Если нам не помог Банк Канады, тогда снова фокусируемся на долларе и на рынке нефти. В обоих случаях позитив должен сказаться на соответствующей поддержке для канадского доллара, потому что по американцу я жду вниз, а по черному золоту, по нефти после небольшой коррекции, также жду продолжения роста, потому что он отличный. Цель 1.20 остается в приоритете. И американский фондовый рынок 4223 пункта. Сегодня, если под конец дня все-таки трейдеры придут к выводу о том, что ФРС не откажется от стимулирующей политики, американский фондовый рынок также обновит исторический хай, как я, в принципе, ожидал, что это произойдет еще вчера, но буквально 3 пункта не хватило, но еще не вечера, друзья. Под закрытие этой недели есть очень высокая вероятность того, что фонда улетит к новым космическим уровням. На этом все, хорошей вам торговой сессии, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, это очень важно, день обещает быть жарким. Всем пока!